Всем привет! С вами Кекс и сегодня я делаю домашнее масло. Это не только вкусно, но и полезно, и полезнее, наверное, чем магазинное. Для этого нам понадобятся всего лишь только сливки, желательно это домашние сливки и сепараторные. Мы начнем взбивать эти сливки, так как они очень жирные, они очень быстро начнут отделять масло. Вы увидите это вот буквально пару секунд на большую скорость и достаточно... Смотрите, вот сразу начинают перебиваться сливки и начинает отходить масло. После того, как начинает отходить масло, внизу, сейчас покажу, начинает отделяться жидкая такая прозрачная водичка, наподобие как сыроводка. Это пахта. На этой пахте можно, в принципе, потом испечь блины. Мы эту пахту все время сливаем. Взбиваем еще несколько минут, но это зависит тоже от жирности сливок и от того, сколько пахты у вас отделяется. Вы видите, я сверху уже накрыла крышкой, потому что эта пахта летит во все стороны, вот, и ее становится как бы больше. Вот, теперь ее можно слить. Я ее слила и потом еще, наверное, секунд 30-40 повзбивала, увидела, что практически больше она у меня не отделяется и, собственно, процесс взбивания масла был завершен. Это реально длилось, ну, 3 минуты в общем. Вот моя пахта, это вот такая вот водичка. Теперь нам понадобится холодная вода. Некоторые перекидывают масло в холодную воду и начинают жмакать его там руками. Мне это не нравится, это очень грязный процесс, поэтому я делаю немножечко по-другому и попроще. Я начинаю на небольшой скорости взбивать миксером масло и добавляю туда воду. Вода ледяная, масло становится более твердым, его неудобно, допустим, было бы лопаткой месить, но за счет того, что происходит у нас это венчиком, у нас вымывается эта пахта. Мне кажется, это самый простой способ из всех и это очень быстро. Говорят, если не вымыть эту пахту хорошо, то масло может немножечко горчить. Я, если честно, никогда не пробовала ее оставить, поэтому не могу вам точно сказать, будет горчить оно или не будет оно горчить. Это я промывание провожу два раза. Этого вполне достаточно для того, чтобы вымыть остатки этой сыроватки такой. Вы видите, водичка все равно мутная, летит, конечно, во все стороны, поэтому приходится немножечко закрывать отверстие и все. Теперь я сливаю эту водичку, практически процесс завершен. Осталось только небольшие капли воды убрать из самого масла. Масло я перекладываю в миску, в тазик, в контейнер, неважно, что вам удобно, кастрюлька. И теперь начинаю мять это масло, наклоняя на себя как бы свою тарелочку. И вниз у меня еще сбегают капельки этой водички. Если эти капельки не будут сбегать, а масло я храню в морозилке, то они у меня просто замерзнут. Ну, как бы, в принципе, они на вкус нигде ничего не повлияют, но, в общем, зачем мне в масле вода? А так у нас получится чистое масло и жирность у него будет очень высока. Это даже не та жирность, которая в магазинном масле. Вот. И сюда они добавляют эмульгаторы для того, чтобы масло было более пластичным. У меня знакомая работает на заводе и она знает, как делается масло. Говорит, эмульгаторы добавляются практически везде. Поэтому, а у меня дома маленький ребенок, и решила делать для него масло я сама. И, в общем, все. Масло мое готово. Оно вот гладкое, красиво. Вы видите, как оно мнется красиво. Посмотрим, сколько у меня получилось полкилограмма сливок. Оно получается по-разному. Сейчас у меня получилось 300 грамм. Вот. Бывает, зависит от жирности сливок. И получается и 400 грамм иногда с пол-литра. То есть, всегда по-разному. Я масло положила минут на 15 в холодильник для того, чтобы оно стало немножечко плотнее. И я вам покажу, как оно мажется на хлеб. То есть, оно не крошится, не ломается. У многих не получается масло нормальным. Посмотрите, какое оно нежное, пластичное и быстро намазывается. Я думаю, вы просто должны попробовать. Это получается более экономный вариант, чем покупать магазинное масло. Причем это явно полезней. И вы знаете, что в этом масле лежит. Поэтому обязательно попробуйте. Я храню масло в морозилке. Можно какое-то время хранить его в холодильнике. Вот. И добавлять его везде по вкусу. Макарошки, спагетти. Все, что вам нравится. На хлеб мазать. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ставьте пальчики вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.